В 1967 году в СССР вышла первая книга «Муми троллях» и с тех пор удивительный мир необычных персонажей, прочно вышло сердца, наших любителей детской, но при этом мудрой и философской литературы. Как это часто бывало в СССР, книги Туви Янсен попали к нам поздно, когда эти произведения были уже лет 15 как популярны во всем мире. Впрочем, родной Финляндии издания на финском языке первых книг цикла тоже припаздывали, потому что Туви Янсен писала на шведском, и их приходилось переводить. Туви Марика Янсен родилась 9 августа 1914 года в очень творческой семье. Ее отец был скульптором, а мама художником, и ничего удивительного не было, что их дети тоже связали свою жизнь с искусством. Туви Янсен стала художницей, именно эту профессию она считала своей основной. Ее полотна, выполненные в разной технике, сейчас висят в музеях в Финляндии. Ее росписью украшены многие административные здания. Литературное наследие Туви Янсен известно намного шире ее художественного, хотя сама она считала себя именно художником. Она самый переводимый финский писатель. Книги о мумитролях были переведены на 35 языков. Она получила ряд премий за вклад в литературу, включая самую престижную награду для детских писателей – золотую медаль Ганса Христиана Андерсена. Мумитроли уже в 60-х годах прошлого века сделали ее миллионером и позволили даже купить собственный остров в Финском заливе. Но при этом она всегда вела очень скромный образ жизни, ездила на общественном транспорте и лично отвечала на письма поклонников. Художественный профессионализм помог Туви при создании книг о мумитролях. Эти произведения неотделимы от ее собственных рисунков. И неудивительно, что помимо повестей и рассказов, в этом цикле были и комиксы, которые поначалу рисовала сама Янсен, а потом устала от них и передала их брату. И если бы она не сама рисовала своих героев, то кто бы мог лучше изобразить таких необычных персонажей, рожденных ее фантазией. Писать о мумитролях Туви Янсен начала в очень тяжелое время, когда началась Вторая мировая война. Их внешний облик существовал и раньше, в рисунках, которые она создавала еще с детства. Названия персонажей были навеяны рассказами ее дяди, у которого она жила в Стокгольме, когда училась. Дядя рассказывал о мумитролях, которые живут за печкой и издают протяжные звуки от этих звуков и названий. Вообще, тролли популярны персонажи скандинавских мифов и сказок, но тролли Янсен были особенны, но злобных персонажей из фольклора они были совершенно не похожи. В трудные военные годы Янсен создавал чудесный сказочный мумий мир, где всегда ждут дома, но каждый свободен и может идти куда хочет. При этом в ранних книгах тех лет присутствовала большая беда, от которой спасались герои. В первой повести им грозит большое наводнение, беженцы ищут своих родственников. Во второй на землю летит комета. Она была написана в период, когда были сброшены бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В третьей повести «Шляпа волшебника» глобальных проблем уже нет, просто увлекательные приключения. А в поздних книгах стало больше философии и больше темы одиночества. Мумитроли и прочие сказочные существа из мира Тувиянсен обитают в мумидоле или в мумидолине. Это долина, ограниченная с одной стороны морем, а с другой – одинокими горами. Климат там похож на финский, умеренно жаркое лето, холодная зима. Снега выпадает очень много, он покрывает мумидол едва ли не полностью, но при этом протекающая по долине река не замерзает. Впрочем, большинство приличных местных жителей на зиму впадают в спячку и правильно делают. Вокруг долины живут вроде бы люди, хоть их и немного, например, астрономы из обсерватории или старушка из магазина. Центральные герои большинства книг Тувиянсен – семейство мумитролей, состоящие из муми-мамы, муми-папы, их сына-мумитролля и еще десятка гостей, приятелей и дальних родственников. Сами по себе мумитроли – далекие потомки обычных троллей и родственники троллей морских. Раньше они жили вместе с домашними троллями у людей, большей частью за печкой, но с распространением парового отопления им пришлось искать себе другое прибежище. Как мумитроли выглядят, известно, наверное, всем, даже тем, кто не прочитал ни одной книги о них. Это маленькие округлые белые существа с длинными мордочками. Семейство мумитролей весьма приличное, но несколько богемное. Например, они с большим удовольствием жили в театре и на маяке. Глава семьи муми-папа родился при уникальном положении звезд и вырос в приюте, много путешествовал, в том числе и после женихбы. Он выстроил своими руками муми-дом и впоследствии написал мемуары. А еще позже семья переехала на необитаемый остров. Муми-мама отлично дополняет своего супруга и гасит вспышки его раздражения. О такой маме мечтает любой человек. Она идеально ведет дом, всегда рада любому количеству гостей, печет торты и к возвращению детей из походов и опасных путешествий и умеет делать челюсти из апельсиновых корок. Главный герой книг мумитролей. Сын муми-мамы и муми-папы по возрасту подходит под подростковый. Он все время ищет приключений и новых знакомств, но всегда после этого возвращается домой. Иногда ему кажется, что время замедляется, а мысли растут. Но это растет он сам. В последних книгах мумитролей становится ощутимо взрослее. Живут мумитроли в мумидоме. Он очень красив и сильно напоминает печь и выкрашен голубой краской. Более-менее постоянные обитатели мумидола Снив, семейство снорков, малышка Мю и Хемуль, а также дальний предок мумитролей, затаившийся за печкой. Летом обычно появляется Снусмумрик, а зимой мумидол превращается без ведома хозяев в настоящую гостиницу. Разумеется, скучать здесь никогда не приходится. Но главное не в этом. Мумидо – место, куда хочется возвращаться, потому что безопасность может заключаться в знакомых и повторяющихся вещах. Вечерний чай на веранде, отец, который заводит часы – это то, что неизменно. Отец всегда будет заводить часы и поэтому мир не может быть разрушен.